Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о миллиарантных материалах. Это такие материалы, которые улучшают структуру почвы и вообще вносятся в землю. Начнём мы разговор с нашего давно известного керамзита. Керамзит очень хорошо известен всем, кто выращивает комнатные цветы. Вот это вот такой вспученный глиняный шарик, который имеет такую пористую структуру, применяют для создания дренажа в цветочном горшке. Керамзит быстро берёт влагу, он впитывает в себя излишнюю влагу, которая скапливается на дне горшка, а потом постепенно её отдаёт. Обычно керамзит используют именно в виде дренажа. Ещё его используют для того, чтобы увеличить влажность воздуха. Берут ёмкости, насыпают керамзит, заливают водой и ставят рядом с цветами, которым нужна повышенная влажность воздуха. Керамзит пропитывается водой и, постепенно испаряя её, образует такую увеличенную влажность воздуха рядом с такими влаголюбимыми цветами. Есть ещё интересный материал перлит. Это природный минерал, который также прошёл обработку термическую и ему придали вот такую пористую структуру. Перлит довольно-таки похож, ну, может быть, даже на пенопласт, хотя он потяжелее, чем пенопласт. Перлит имеет очень большую влагоёмкость. Как и керамзит, он быстро берёт в себя влагу и потом медленно её отдаёт. Перлит добавляют в почву для того, чтобы улучшить её структуру. Бывают почвы, которые такие тяжёлые и им не хватает рыхлости. И вот для того, чтобы сделать рыхлую, для того, чтобы сделать почву более рыхлой и увеличить её влагоёмкость, применяют минерал перлит. И ещё из этого же минерала можно сделать тоже самый дренаж. Ещё есть такой вот миллиорант, как вермикулит. Вермикулит – это тоже природный минерал, который прошёл обработку, и он тоже представляет собой спутченный минерал. У него примерно те же самые свойства, что и у перлита. Он также хорошо впитывает влагу, его добавляют в землю для того, чтобы увеличить её влагоёмкость. Из него можно сделать дренаж. Вот как мы видим, в процессе намокания они не растворяются, ни один из этих миллиарантов не теряют свою форму. И поэтому после высыхания они становятся прежними. И вот эти миллиаранты, они как бы многоразовые. То есть раз добавив их в почву, они будут работать столько, сколько будет у вас эта почва в горшке или там где-то на участке. Есть ещё у агроперлита и у вермикулита ещё одна функция. Им пересыпают овощи, заложенные на хранение. То есть они как бы выполняют ту же функцию песка. Они набирают в себя влагу и потом её медленно дают овощам, тем самым предотвращая их высыхание. В отличие от песка, вот в этих миллиарантах не образуются грибковые заболевания, то есть они не плесневеют. Поэтому их использовать для хранения овощей даже ещё лучше, чем песок. Когда мы поливаем растение удобрительным раствором, он также всасывается в поры вот этих миллиарантов и потом постепенно отдаётся в землю и получается более длительный период растения получают питательные вещества. Применение перлита, вермикулита и керамзита предотвращает закисание почвы, загнивание корней и предотвращает пересыхание растений. Это очень актуально для растений, которым нужен постоянно влажная почва и это очень хорошо для тех ямкостей, которые мы не можем поливать часто. Например, высаженные в саду или на даче в горшках петунии и другие цветы. Мы каждый день не можем поливать. Для того, чтобы задержать влагу в наших ямкостях, в наших контейнерах, вот при посадке в землю нужно добавлять агроперлит и вермикулит. И вот эти наши советы помогут вам выращивать очень красивые пышные растения и предотвратить их заболевания.